Незапланированные каникулы в середине декабря наступили для школьников и воспитанников детских садов Ленинского района. В муниципалитете была зафиксирована эпидемия острой респираторной вирусной инфекции. Порог превышен на 20%. Болезнь коснулась и взрослых, только в отличие от образовательных учреждений предприятия на карантин не закрываются, что вынуждает некоторых особо смелых работников выходить на службу, тем самым еще больше распространяя инфекцию среди коллектива. Поэтому врачи рекомендуют при первых же признаках заболевания обращаться к специалистам и незамедлительно брать больничный. Сейчас урвы протекает не только сразу с лихорадки, но и присоединяется сразу к катаральным симптомам. Это кашель, естественно катаральные фаренгиты, то есть осипы с голоса. Нужно обращаться к врачу. В связи с этим повышенным подъемом заболеваемости урвы и гриппом была организована, усилена работа участковой службы педиатрической и терапевтической в поликлиниках по субботам. Они работали и в первую, и во вторую смену. И все новогодние праздники работали дежурные врачи, которые принимали население детское и взрослое в поликлиниках. Но и не довести свой организм до болезни тоже в наших силах. Мыть руки, промывать нос, употреблять овощи и фрукты, пить витамины. Эти, казалось бы, простые рекомендации способны сохранить здоровье. Я бы посоветовал, конечно, поменьше бывать в местах скопления, большого скопления людей. Супермаркеты, магазины, кинотеатры, различные представления, спектакли, тому подобное. То есть пока порог не снизится настолько, что уже будет безопасно посещать данные мероприятия. На сегодняшний день заболеваемость среди детей начала падать. У взрослого населения пока еще сохраняется, но не растет. Однако и острых случаев гриппа в районе не зафиксировано. Но врачи прогнозируют, опасность не миновала. И в начале февраля ожидается вторая волна вспышек ОРВИ. Юлия Погосян, Алексей Руднев, Анастасия Нарухонова, ВИДНТВ.